Уралвагонзавод – многопрофильное предприятие, и поначалу ему помогало выжить производство вагонов и экскаваторов. В начале 90-х годов Уралвагонзавод, который изготавливал танки и машинобоевое обеспечение на базе танков, был в очень сложном положении, потому что никто не покупал не только танки, но и подвижной состав. В наследство от СССР Россия получила около 40 тысяч танков, и казалось, что новые танки не нужны. В середине 90-х Уралвагонзавод и Уральское КБ оказались на краю пропасти. 1 января 1995 года. Штурм Грозного заканчивается провалом. Потеряно 65 танков Т-72. Действуя по уставу ведения большой войны, танки оказываются зажаты на улицах и в горных ущельях. На моей памяти случай, когда колонна 245-го полка, про которую все знают, была разбита в Ярошмардынском ущелье. Первый танк был подорван на управляемом фугасе. Второй танк был уничтожен именно с ручных противотанковых гранатометов. Третий танк, который шел последний, загорелся от огнеметов, но экипаж был очень сильно подготовленный. Нашел спуск в реку, в Аргун, загнал туда танк, затушил танк. И танк, когда вышел, прошло уже около 40 минут, открыл огонь. Именно огонь танка решил исход вот этого побоища. Была создана комиссия для выяснения причин потерь бронетехники. На Кубинку приехал министр обороны Грачев. Причиной потерь оказались неправильное использование танков и отсутствие взрывчатки в навесной динамической защите. А не конструктивные недостатки. Помимо грубых тактических просчетов, выявилось то, что давно предвидели конструкторы. Обилие коммунитивных средств поражения сделало танки уязвимыми. Противник действует из засад, укрываясь в населенных пунктах за спинами мирных жителей. Если их использовать правильно, именно в горах, выставляя их на высоты, то танк и вправду является большой снайперской винтовкой, которая может поражать цели снайперов и так далее на больших дальностях до 3000 метров. Владимир Коткин прекрасно понимал, что Т-90 наиболее подходит для такой войны. Поэтому необходимо сохранить производство во что бы то ни стало. Если нет серийного производства, то в этом случае все вот эти конструкторские разработки, они приобретают все более и более виртуальный характер. Средства на производство необходимы были немедленно. В это время Индия пыталась создать собственный танк нового поколения «Арджун». Но разработка шла с большим трудом. Индийские военные заинтересовались Т-90. Характеристики Т-90 индусов в целом устроили. Но их танки должны обязательно воевать в горах. Индусы потребовали приспособить танк к условиям тропиков и установить более мощный двигатель. И он был разработан в рекордно короткие сроки. Новая модификация Т-90С была создана за счет полной самоотдачи всего коллектива конструкторского бюро и Уралвагонзавода. Однажды в беседе со своим заместителем, Поткин высказал свое отношение к одному молодому специалисту. Я не вижу, чтобы он горел на работе. Нужны ли нам такие люди? Он всегда был очень последовательным и очень жесток. И в принятии решений, и в вопросе контроля выполнения этих решений. Разработка танка Т-90С стоила невероятных усилий. Ведь пришлось воссоздавать всю цепочку коопераций заново. Убеждать поставщиков возродить производство. Поскольку больше половины стоимости современных танков Составляет цена установленной на них аппаратуры. Но и смежникам возобновление поставок давало шанс на выживание их предприятий. 1999 год. Был подписан предварительный контракт. Собрана первая партия танков для испытаний в Индии. Все было готово вдруг. Я был в сборочном цехе, поскольку я отвечал за сборку трех танков, которые должны были пойти на испытания. И я узнал о смерти Владимира Ивановича, находясь в цехе. Скончался на рабочем месте, в своем кабинете, за своим рабочим столом. В 10 часов утра. И в день похорону Владимира Ивановича, эти три танка были отправлены на испытания. То есть мы похоронили их и поехали с этими танками на испытания. В пустыне Раджастан индийцы испытывали Т-90 на прочность. Сознательно создавая режимы, которые не выдержат ни один танк. Ломались агрегаты, но инженеры-механики Уралвагонзавода не могли придать дело, за которое главный конструктор отдал жизнь. Механизмы, требовавшие заводского ремонта, чинились прямо в пустыне, на 50-градусной жаре. Испытания выдержали и люди, и танки. Сумма заключенного контракта составила почти миллиард долларов. В Индии Т-90 назвали «Бишма» в честь непобедимого витязя из древнеиндийского эпоса «Махабхарата». 24 августа 2001 года. Заявление военного атташе Индии в России бригадного генерала Нарандана Бахадура Синфа. Танк Т-90 является вторым по значимости послеядерного оружия фастором сдерживания региона. В декабре 2003 года индийский контракт на поставку более 300 супертанков Т-90С был успешно завершен. Этот заказ не только позволил модернизировать Т-90, но он спас целый город Нижний Тагил. И в этом огромная заслуга Владимира Поткина. О том, что вот он такой несколько замкнутый был, свидетельствует о том, что практически нет видеоматериалов, которые могли бы там показать его в жизни, в работе. И очень мало фотографий. Оказалось, что индийцы всегда ведут видеопротоколы официальных переговоров. Сейчас вы видите единственную видеозапись с участием Владимира Ивановича Поткина. У нас обособленный район, называется он «Вагонка». Несмотря на то, что это было весной, погода была отвратительная, шел мокрый снег, очень густой мокрый снег, весь наш район, вся вагонка провожала его. Танковые войска будут главной ударной силой сухопутных войск, по крайней мере, ну, наверное, в ближайшие 50 лет. В операции «Шок и трепет против Ирака» американцы потеряли десятки танков «Абрамс». Толстая броня не помогла, и Пентагон решил модернизировать «Абрамсы» по схеме танка Т-90. А самому Т-90 в ближайшие десятилетия предстоит стать ударной силой российских сухопутных войск. Танк Т-90 до сих пор сохранил возможность к его дальнейшему совершенству. Потому что боевая масса этого танка еще достаточно далека, от 50 тонн. В планах конструкторов установка устройства дистанционного подрыва противотанковых мин с электромагнитными взрывателями и системы активной защиты «Арена». Иногда военные техники дают странные названия. Нона, Печенек, Буратино. Но существует и другая русская традиция называть уникальное оружие именем его создателя. Винтовка Мосина, автомат Калашникова, самолеты Туполева. В честь Владимира Ивановича Поткина недавно танк Т-90 получил имя «Владимир». В начале 2004 года Министерство обороны впервые за последние 10 лет приняло решение закупить новые танки. И разумеется, это танки Т-90 «Владимир».